здравствуйте здравствуйте сегодня у нас 2 апреля 2015 года каналах подготовка программ плохие новости я вячеслав мальч со мной студии дар баба джанин у нас прямой эфир такие вот дела да так вот наши спонсоры шлют следующие сообщения смотрю на нашего президента вспоминаю классический фильм копола апокалипсис на где генерала послали сержанта убить сошедшего самополковника курта раздумаете сержант уже готовят я думаю что там все в порядке сержантов всегда хватало как и сумасшедших полковников в общем-то ну там конечно сравнивать путина с тем полковником точно нельзя не ну я так понимаю лишь большой организатор речь идет о сюжете но я пряжу сюжет такой классический вот у нас часто спрашивают по поводу изменения реквизитов там вот телефонные номера работают одни не работает это связано с ограничениями на но определенной операции поэтому все телефонные номера и все реквизиты они актуальны просто мы их периодически меняем чтобы не забивались наши эти вот трафики а так они все актуальны в этом виде так вот интересно вот дмитрий тень пишет часто вспоминаете венчику ерофеева москва петушки про шаги командора забываете вот две цитаты оттуда не очень мало того что этот босс ман имел намерение запродать цру карту питейных торговых точек советского союза и попутно нашу синеглазую сестру белоруссию расчленить и отдать на откуп диктатору камеруна миша соколов и вот вторая цитата да вот я ахимерах ну для ради чего например я изъездил весь свет пересекал все куэнлу не забирался на вершины квантики узнал из всего этого только одно что в городе архангельский пустую винную посуду лучше всего сдавать так вот у нас майран гукаев осетинский поэт прислал вот хорошее стихотворение когда-то матушка и звалась теперь р.ф. когда-то конь был меч а нынче цепь кайло когда-то старцы нам вещали они грех когда-то верили мы в русь а не закончили все закончили великолепно да ну вот так вот мне тут тоже написали значит воронин сергей написал дядя слава на дя слава как насчет петербурга как центр в ноябре 2017 вот сергей я могу сказать что центр будет ноябре 2017 повсюду то есть мы уже вам вот непосредственно можем так сказать вас уполномочить быть в центре петербурга в семнадцатом за старшего старший у нас есть центре петербурга в ноябре 17 принимайте госбанк да потом вот тимур тилунц пишет доброго дня буду выкладывать аудио вариант плохих новостей вот ссылка и вот ссылку он дает тогда наверное я ее в ретранслирую там в этом господи как он в твиттере конечно же конечно же в твиттере ну что вот большое у нас событие крушение траули трауры траулера дальний восток погибли 54 человека мне уже написали по этому поводу что вы с того помнишь говорили что будут наверняка на водном транспорте вообще на так сказать пароходах россии будут зимой и весной поскольку шторма будут аварии серьезные вот такая авария весной случилось но это был очень легко все это предсказать почему потому что но она не могла не случится когда такие дрова я так понимаю что там сейчас рассказывают что там на какой-то айсберг как титаник наскочил хотя я так тоже понимаю что спасенные говорят что просто перевернулся и все у нас там есть подки эти да да он ржавый я так понимаю старый коры ну да вот такой пароходик я так понял что вы чили трал что-то сделали не так и он сразу же лег и все остойчивость нарушилась у него но это естественно для в общем старых дров таких большую рыбу поймал да понятно большую рыбу поймал и вот меня потрясло сообщение которое было только расцвело ночью был по нашему времени а потому что него так скажем рассвета следователи вылетели на место крушения морозильного траулера дальний восток обрати внимание еще людей то не нашли а туда полетели следователи чем там следовать этим следователям надо спасательную операцию проводить они полетели осматривать между происшествием к виновным а виновных искать да нет они мест по им я я там их прекрасно понимаю то есть они возбудили уголовное дело они по я сейчас приедут со всех сторон граждане проверять что первым должно лежать в уголовном деле какой документ ну конечно протокол осмотра места происшествия они так своим серым умом понимают что тут должен быть протокол им пофигу что там происходит надо людей каких-то искать бежать куда счетов это это другие там мчс я не знаю кто ищет у них задача поэтому они должны полететь и осмотреть место происшествия то вот акватория такая-то там плавает тот и так далее хотя при авариях на водном транспорте это не обязательно там по-другому все происходит но им пофигу там вероятно сидит какой-то бастрыкинский крендель который далек от этих вещей понимаешь и он сюжет я там допустим в эту курсовую писал по аварии на водном транспорте в институте да да на очном на дневном а эти ребята они где не учились и что они там писали я не знаю поэтому как это расследовать они тоже не знают но они так по аналогии у них есть там перечень документов которые должны быть в уголовном деле первым значит осмотр место происшествия все поехали а чё там происходит пофигу мороз представляешь меня настолько зацепило потому что ну все транспортные средства должны людей искать там стоп и уже ночь прошла представляешь на кого ты найдешь это жуть конечно найдем 2 бортовой самописец самолета аэрбаз 320 авиакомпании german wings ну вот теперь разберутся по крайней мере если только но я думаю что данные мы узнаем то есть пока не было самописца который параметры фиксировал а был только речевой самописец тогда можно было говорить все что угодно сейчас будут зафиксированы параметры то есть в результате чего происходил снижение если в результате того что управлял пилот реально снижал самолет это будет сразу видно это будет на весьма будет отражена что он там конечно любую любую любые его действия они сразу на самописцы будут тут уже никак ты не спрячешь из-за чего он снижался будет понятный как он снижался какие действия на какие элементы так скажем пилот воздействовал в америке пассажирский самолет совершил экстренную посадку из-за задымившегося ноутбука ты знаешь вот я все время когда читал про китайские взорвавшиеся ноутбуки там на телефон и да и телефоны я все время думала как же ни один самолет не погиб из-за этого как же еще ну представь там если в китае по два человека в год взрываются на телефонах ну там их много китайских телефонов много в кармане обычной стандартной ситуации даже в метро помнишь в метро мужик взорвался у нее в кармане его убило китайским телефоном и там ну как бы шухер был хотят метро там задымило все а представляешь если такое случится в самолете вот этот ноутбук там вот или чему случилось но слава богу что так вот без последствий а так вот просто нормальная высота вдали от аэродрома где-то надо атлантикой в середине атлантики вдруг случается такой рок-н-ролл и чё делать там вот он начнет гореть дымит бегать будут согнетушителем жесткая конечно ситуация в компании яндекс начались сокращение связи с экономической ситуации да вот эту я честно говоря думал в начале что это первоапрельская шутка потом но представь яндекс какие прибыли должен получать по идее я не знаю сейчас вот они не открылись сколько чего они пока там заработали но это что ж вот большая статья расходов яндекса и тут их команда что который там но по сути дела зарплату и сам ну да если но представь себе то вот любую другую компанию такого же плана я может быть более масштабную возьму google но представь и что же google к какие-то расходы серьезные мог бы сократить убрав зарплату что там доходы совсем другие они несоразмерно зарплате я понимаю на любая крупная компания это тоже подобие некого государства нас стремится поглотить все дохода и лучше еще больше дакар поэтому любое снижение вот это и беда их любимую она вот ведет вот меня тоже всегда поражало вроде вас такие доходы но там это самое а нет они копейка в копейку идут они не знают в результате оптимизации как они говорят их компанию покинет 170 человек ты можешь себе представить какие-то смешные деньги вообще 170 человек для внутри процента они говорят это знаете что получается у них не так много сотрудников получения у них и не должно жить человек всего ну да у яндекса не должно или я правильно что или 6000 наверное на сайте госзакупок появился лот на 55 миллионов рублей на формирование положительного образа образа российского здравоохранения до представляешь вот за 980 тысяч долларов за собой за почти за миллион долларов на него вылечили лучшим хотя бы нераваясь формировать положительный образ они бы лучше даты прав на этот миллион что-нибудь сделали бы ну там какую центральную районную бар больницу за пупырловки а то там сообщают ребенок в чечне сгорел его повезли лечить в ожоговый центр в москву и тут представь себе любую любую страну любое государство приличное и там повезли бы в ожоговый центр за почти две тысячи километров там сильно удивились я думаю люди как же так то есть ожогу ожогового центра что ли нет в чечне получается так если а если а если есть то почему везут в москву понятно правительстве заменил совете директоров ржд кирилла андросова критика главы компании якунина на вице-премьера аркадий дворковича ну да тут такой дворкович ручной стал после того как его там в свое время когда в кремле работал прессанули он сразу такой прям сладкий стал а вот этот андросов я так понимаю что не сильно любил якунина но и правда представь себе даже вот какая бы ты сука не был сидишь вот там бабки делишь там какие-то вопросы решаешь и тут сидит жлоб вообще тупой который думает что ленин рассказывает что он придумал 4 признак империализма там и так далее ты если хоть что-то учил ты просто его ненавидишь потому что он козел не даже даже вместе с ним воруж на уже просто ненавидим как ну блять ну что за жлоб ну что за козел и конечно хочется выйти сразу ему в ухо зарядить а не можешь потому что сидит в совете директоров знаешь как ты это реализуешь как ты это сублимируешь ну конечно его опускаешь а ему конечно западло когда его опускают туда и сюда четвертый признак империализма придумал вместо ленина да а его какой-то молодой опускает там конечно наверно постарался чтобы это убрали дворковича посадили и все было бы нормально россия относительно слабое государство она пытается упрочить свои позиции гегемона на постсоветском пространстве это из вашингтон пост написали да сейчас вот идет это обсуждение слава богу что вот вашингтон пост хоть имеет аналитиков каких-то потому что очень очень громко кричат по поводу могущества российской армии там ну всем выгодно мы же говорили об этом помнишь еще когда еще год полтора назад только вот начали вести передачу всем выгодно то есть эти плацу бабки чтобы их превозносили говорили какие они сильные я имею ввиду путинские тамошние журналисты кто-то делает за деньги а кто-то работает на другую сторону тоже делает эту потому что ну понятно если ты расскажешь что тут как бы армия вся развалившаяся ну тогда зачем там вооружаться то зачем нато поднимать так далее то есть одни работают на этих другие на других и всем выгодно чтобы здесь была там супер-пупер ну на словах я понимаю армия там флот авиация там вообще невообразимые я прочитал статью переводную там ресурс тоже американский там про флот россии был про какие-то немыслимые подводные лодки у меня челюсть отвисла просто я там человек их человек пишет засирает полностью то есть все свое что там лодки старые ракеты трайдент и старые все а вот здесь а гигей путин во какие строит так что причем если допустим реально китай строй то про китай ни слова да потому что ну там своя свадьба вот именно про путинских тут очень это интересная тема мы ее затрагивали много раз она очень глубокая в ней несколько этажа и несколько уровней как компьютерная игра и в общем ты все довольны чтобы они не говорили они при делах и получают бабки очень хорошо россии не угрожала ядерным оружием западу для защиты крыма заявил пресс-секретарь президента путина дмитрий песков да особенно если вспомнить что путин на вот это в этом фильме про крым да но там заявил что россия была готова к применению ядерного оружия для защиты крыма вот эта угроза предположим больше не тогда не угром не говорил он никогда не говорил про ядерное оружие никто не говорил все эти вот и лев молода уроды они молчали вот предположим вот только один этот фильм и он говорит россия была готова применить ядерную ядерное оружие защит и интересов значит кровь для защиты крыма вот с этого момента можно считать что это угроза или нет как ты считаешь ну да мальчик я жарами ждано песков скажешь что это было типа констатации факта но он же для этого того ради бога путин это произвел такую констатацию факта но с того момента когда это произошло это угроза или не угром нитка и конечно угроза безусловно то есть с точки зрения любой риторики это угроза даже с точки зрения у риторики пескова президент польши бронислав комаровский подписал закон об обороне государства во время войны да видишь то есть у них такого закона не было теперь у них появился такой закон который все все дела упрощает связанные там с функционируем государством в режиме боевых действий то есть все все очень хорошо у них ну ты сам понимаешь что когда для руководства есть какие-то возможности что-то упростить для себя то они будут упрощать конечно поэтому когда спрашивают возможно ли война вот в данном случае она вообще неизбежно вот для поляков она уже неизбежно уж они уже все даже законы под нее сделали они черт теперь будут сидеть курить они они будут ждать играть ну чё война там скоро мы вроде все готовы тут у нас до сов созрел мы тут законы написали вы тут вооружились а ничего не происходит так не должно быть то премьер-министр польши его копать заявила что россия сегодня не может рассматриваться как партнер из-за агрессии в отношении украины такое заявление интересное то есть понятно что называя россию не партнером то есть это вот такая знаешь как бы ну черная метка что ли послана пока в таком виде конечно то есть это предвосхищение но я понимаю что крупные державы они готовы идти на какие-то переговоры и без предварительных каких-то вбросов ну там переговорим договоримся они за себя все знают и польша но она небольшая так скажем не с точки зрения численности населения не с точки зрения территории так далее но в таком месте в неудобном находится еще будет неудобную место чем у россии и конечно тут уже заранее такой облаили заранее чтобы вы к нам не подходить ему к нам не партнеры потому что но с дипломатической точки зрения конечно трудно стоять против россии даже против путинской россии понятно тем более польши а поэтому это такие вот сбросы как вот эти кутуземцы который кулаками себя в бьют в грудь и пугают вот так можно характеризовать жертвами прослушки чуть бы не стали лиц премьер-министр и министр обороны польши и его коллега из голландии это в варшавских ресторанах находят жучки да ну туда приехали я так понимаю спецслужбы чтобы проверить нет ли там жучков и нашли жучки там где планировали значит заседать вот эти вот господа и между собой общаться но сказали что скорее всего они там стоят давно и так далее но у меня в жизни было 43 до у меня был случай когда я знал железно что люди которые искали жучки они нашли свои собственные жучки то есть то есть там не было никаких жучков но они же должны были показать значимости необходимость вот представь они за дня в день приезжают проверять ничего не находят чуть такой от взяли какую-то старую фигню вынули смотрите вот какой жучок здесь но вот этот ресторан в котором это нашли как он называется сейчас ружана да вот так как думаешь у прибавить посетители или убавить конечно нет нет это с точки с точки зрения пиара это очень хороший вот конечно вот мы с тобой вдруг окажемся да где-то поблизости увидим вывеску мы зайдем до обязательно тем более сейчас представляю ситуация какая там же уже провели так сказать дезинфекцию то есть все будут всего там все вычислили больше там прослушка нет но по крайней мере там на неделю интересно американские сенаторы призвали лишить россии чемпионата мира 2018 да вот эти вот было имеется ввиду да а вот эти вот ребята чиновники которые занимаются организации чемпионатов мира от фифа они заявили что это ни в коем случае нельзя потому что это на мир влияет и что когда пора были прецедента вообще или ну как ну олимпиаду 80 там не не лишили а нет я сейчас беру только футбол по или фон не по моему они ни разу меняли хотя и были у них там и тут вот ты знаешь я подумал мы говорили о том что если бы наехали лишили только вот недавно совсем говорили об этом а до этого еще летом что было бы неплохо удивлялись почему это не делают вот американцы сделали а с другой стороны я думаю а а зачем представь сейчас вот когда в финансовом отношении ужасная совершенно ситуация еще маячит вот это как дамоклов меч вот этот чемпионат 2018 и на туда бабки скидывать которые можно было бы в другое место путина употребить и если чемпионат будет значит туда будут выкидывать деньги значит а будет еще больше разворовываться то есть путин будет еще больше опустошаться а потом после просто будет бойкот да никто не да просто никто не приедет и опустил как вот 9 мая щас ну я понимаю что он 9 мая там разошлет деньги может быть столько же сколько на чемпионат 2018 грейтян кто-то президента что при прием на коне президента в сборке на фасо там какие-то люди вот поэтому конечно лучше наверно чемпионат мира оставить и таким образом еще и подорвать это вот то что на востоке украины происходит нами требует меньше затрат чем чемпионат мира футбол это высосит гораздо больше путина париж и берлин договорились о совместной разработки перспективного еврейского извинять европейского беспилотника додать наверное твоими устами бог глаголит наверно так она и так она и есть потому что я кстати думал ты знаешь что мы про мои мысли перехватил сдается мне что это будет именно тот тот вариант беспилотника который разрабатывать и в израиле да и то есть сейчас вот марсель дасо я так понимаю немцы они ну они навряд ли будут с нуля рисовать ну а зачем смысл какой конечно они возьмут уже какой-то существующий планер безусловно и напичкают его чем-то там дополнительным ну там может быть двигатель там будет какой-то особый я не знаю хотя тоже не факт скорее все то все будет то же самое просто будет фарши на фарширована по-разному им ему нужен сейчас потому что им дают деньги говорят слышите нам нужен боевой беспилотник вот сейчас вот вчера нужен был потому что путин он он что делает там нужны беспилотники много поэтому конечно я думаю что они всех привлекут и не только израиль поэтому твой димаш начать еврейского беспилотник скорее всего в точку мы посмотрим мы все равно сравнить это же понимаешь авиационный аппарат это даже не автомашина там же тюнингом каким-то этим рестайлингом не отделаешься там нельзя сделать чтобы он был вот такой даже вот летят какие-то в фильмах немецкие самолеты до которые сделаны под немецкие смотри все равно ты узнаешь в них и чешские самолетики да там и ярки 52 ярки 18 или а сравнить танки а танки делаю так ну фиг ты отличишь то есть там будет рядом стоять как какой-то тигр и там т-34 под тигра сделают и практически не отличаешь из фанерки его делают чего-то уже ездит по земле там они будут делать конечно то есть то что можно будет понять откуда они взяли и весна интересно а вот про беспилотники с оружием на борту сша разрешили экспорт беспилотников с оружием на борту ну естественно они уже давно это разрешили мы об этом говорили что они разрешили экспорт беспилотников которые являются сами по себе оружие и это говорит о чем о том что соединенные штаты придумали нечто другое уже продвигают а это у них уже второй сорт потому что первосортное оружие они мы знаем не продают то есть если они начинают продавать джавелины значит они в этом деле продвинулись что-то сделали если они начинают там f18 какие-то продавать значит у них есть уже другие ф-22 есть какие-то другие самолетики так так и здесь они начали беспилотниками торговать а у них этих беспилотников как грязи я имею даже модификации сейчас они куда продвинулись мы не знаем и весь мир собственно идет в этом направлении сейчас даже самые маленькие страны будут вооружать армии беспилотниками это очень удобно представь сколько стоит самолеты сколько стоит беспилотник такой летающий дробовик надо басманный суд что в апреле повторно рассмотрит вопрос об аресте трех фигурантов дела об убийстве оппозиционера бориса немцова но вот те которых отпустили это законно их держать нет конечно то есть момент признать незаконными они определили что надо срок для обжалу фигня всякому поезд что признали незаконно все иди гуляй ну там ты сам понимаешь там все незаконно почему потому что даже если предположить что эти все люди причастны виновны и так далее но работать уже некому практически не осталось нормальных людей нигде поэтому дело по-любому развалится то есть если они его искусственно не будут стягивать она развалится почему потому что они не умеют работать они делают все так как делать не нужно даже ты видишь по формальным основанием они проиграли до проиграли то есть представь себе какое какое важное дело ну что же там трех-четырех судей что нельзя было это дело снарядить да что все все взяли одному скинули и по формальным основаниям пролетели поэтому очень тут все конечно интересно посмотрим что будет дальше но я так понимаю что ошибка большая не собираются их отпускать их отпускать не собираются но и я думаю и сажать не собираются такая тягомотина будет тянуться и в общем-то это всех устраивает я имею ввиду из власти имущих адвокаты обвиняемых государственной измене сообщает об отказе допускать их своим подзащитным да там кучу уже изменников родины образовалась да мы же еще смеялись еще год назад до про изменников ты еще говорила будут часы конечно мы говорим что сейчас да сейчас будут и изменники шпионы и так далее пачками мы больше года назад об этом говорили как раз у вас тем была конечно враг подслушивает да вот евгений петрин который там в этом из рпц я помню что шпион из рпц да да вот там какой-то вот кравцов геннадий там целый кучу в общем сейчас сидит народу и адвокатов не пускает а как ну потому что люди работать не умеют ну представь ты пусть адвокатов все ты выпускать его сразу должен то есть адвокат пришел все все развалилась сразу мгновенно потому что мы этого нет того нет но если если следователи такие что там люди тонут а они вылетают осматривать место происшествия но о чем ты говоришь-то мы лишь придурки 30 марта в орловской области начал суд над школьным учителем александром бывшим который написал стихи в поддержку украины но под тоже еще один шпион написал к с и низкими признанного стихи до экстремистские стихи как вот стихи могут быть признаны экстремистскими я прекрасно вот баннер бандер цветы зла дает экстремизм или нет нет но ты вспомнишь этого салмана ружди и все что с ним себя ну да но признали вот 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 у нас это таят алла сказал там ну да 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 я стану низкие стихи до салма ружди да ну вот они этот позавчера там достоевского даст толстым убирают отец хочешь стихи конечно стихи это опасное оружие самое опасное для них оружие стихи вот мы сегодня гукаева прочитали да это оружие как у бадвера там цветов зла ты не пойдешь на какой-то там зов да и мужу назовешь больною вот наверно так и надо воспринимать то есть но если ты не знаком с сатаною как бадлер пишет ну ты не пойдешь там на этот зов и и мужу назовешь больною ну и это к тебе не относятся эти стихи чё переживать за как можно творческого человека автора привлекать за стихи волны чем в стихах напишу я знаю что они скажут дети прочитают и пойдут чего пойдут украинцев защищать да вот жесть управление фсб россии самарской области на правил предостережение жителей самары который обратился в посольство шапри предлагает помощь в развале россии вот я думал 1 апрельская шутка представляешь стал там искать говорят правда что какой-то гражданин б написал письмо я уверен что таких гражданинов б миллиард которые написали письмо в посоль сша и попросили дать денег чтобы развалил что по чтобы он помог развалить россии такой но когда речь моя думаю что вполне до человека нет ну я просто я думал что фейк то что фсбшники им занимаются ну потому что таких писем то приходит на каждый день пачками прячь по во первых есть огромное количество дураков сумасшедших кроме всего прочего реально люди какие-то ждут денег они же наслушались киселева что все кто разваливает россию получают от госдепа деньги и они как в том еврейском анекдоте это память о это общество память до общества память а правда и развалили россию правда пархатый там ты 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 а правда что продали россии правда а где я могу получить свою долю вот так и здесь понимаешь могу получить свою долю гражданка англии который занимался изучением российских революций в архиве нижнего новгорода российский суд обвинил в шпионаже да и и выслали представляешь то есть она занималась в архиве сидел больше ничем не занимался сидела архивные документы смотрела относительно революций в нижнем новгороде точно историк надо очень интересная тема у нее научный руководитель известный историк все но там решили что она оформила себе не так визу и собирала сведения которые могли бы не повредить путинской россии и все они и катапультировали отсюда то понятно предварительно обвинив шпионажи почему потому что прячут поэтому гражданину б это палочка вот этот историк палочка а потом путин вылазить на фсбшной тусовки и зачитывают для всего мира что предотвращены там действия какого-то безумного количества шпионов вот этот гражданин б он будет числиться инициативным шпионом ему вынесено предостережение вот эта гражданка из англии вернее подданная ее величество королеву великобритании она будет тоже числиться шпионом вообще засланным сюда причем они потом будут ее рассматривать она будет уже проходить у них и там будет стоять значок который будет читаться установленный шпион понимаешь я никогда не забуду приехали на виза вот 36 человек с америки на виза вот какие-то вообще там и хромые косые вообще и местные кгбшники тут но фсбшник фскшники тогда дают какие-то бумажки в думе там и там список и там значки стоят а я грачу чуть-чуть такие знать ну это наш значки мне не интересно а их подмывает они хотят чтобы их спрашивали а я не спрашиваю этот значок значит установленный шпион пересчитал у меня из 36 33 установленных шпионов получилось а я говорю а трое а и так технические люди какие-то ну понятно все вот понимаешь то есть они таким же образом и потом что же вот они приехали а за ними же надо следить надо там какую-то работу выполнять кто-то там что-то потом раз звездочку полный да и в нижнем там а их приехали они в автобус погрузили на авиазавод отвезли они походили где-то и куда их отвели они что убежали что куда-то их в автобус посадили назад и они улетели все вот все шпионы нашпионили но бред конечно полный но зато люди получают звезды получают бабки очень неплохие а самое главное они получают возможно заниматься своим бизнесом то есть отмывать деньги все что угодно и у них есть крыша официально у них есть погоны пистолет на боку удостоверение такой все страшный как морду сунул всем всем страшно и возможность действовать инкогнито втихаря любой то есть злами там какие-то организовывать фирмы ловушки там какие-то тайные счета иметь и так далее это все для дело это чтобы шпионов ловить это не для того что деньги отмываем и и таскаем их этими так так поднять невозможно подъемниками на европоддонах как мне и говорю товарищи рассказывал как отмытые деньги грузили подъемником на европоддоне он там обалдел верховный суд россии отказался реабилитировать председателя о гпу наркома нквд генриха и году расстрелянного 13 марта 38 года и годы известный такой товарищ ну вопрос идет юридически как вот они правы не проникаешь правы почему но там же речь идет об не об оправдании я понимаю а о том что были были обвинения в его адрес правильными но обвинение то большого не был джон шпиона не знаю вот не знаю ты знаешь был ли года шпион что козлом было сто процентов а был ли он шпионом я не знаю тут надо заниматься этим делом непосредственно представляешь сколько там томов надо разворотить и прочитать возможно не был конечно возможно не был но я понимаю что здесь политический мотив чтобы но если я про реабилитирована что это было значит я и года хорошие что но не стал же бы он хорош ситуация какая проблема дело и годы в чем в том что он якобы был шпионом и вот из-за этой своей шпионской деятельности сажал там и уничтожал совершенно нормальных людей так далее то есть это не сталинские репрессии это вот и года но он реально сажал он реально уничтожал конечно понимаю поэтому да конечно конечно может быть вот шпионаж этот и и не не было его может быть и нельзя его доказать вот все остальное очень легко ну и вот такой конечно корешок сам сама и сама личность конечно такого масштаба очень небольшого сразу вспоминаю когда говорят и году мне всегда смешно значит я вспоминаю это яш свердлов он много хотя в восемнадцатом году кончился ну в одной из версий отравили его по другой версии там значит болел он тяжко охота и он много в письма всяких вещей вспоминал и они все сейчас есть и сталин связи с этим очень много воспоминаний каких-то делал во время застолье про яш как он ему там в суп поливал и так далее почему я яшу вспомнил то что три года у яш свердлого папы работал под мастерием а пап такой работящий старый такой работал этим сапожником их вот и года очень его там куда-то на революции тянула аферистом он был одним словом в конце концов он свалил и он у папы чтобы уехать из россии украл весь инструмент а у папы был единственный заработка продал его получил подъемные так грубо говоря и свалил и вот этот вот и года у меня так и вот воспринимать я его и вижу как у яша свердлого папы ворующего инструмента что из такого отпетого негодяя потому что и человек который ему давал кусок хлеба московские клубы испугались проведение концерта памяти бориса немцова до залгались но отказали в начале все согласились и многие согласились томска стали говорить что и вот не нужно что у них там пожарная безопасность не то там то не и по разному я так понимаю кто честно говорил что нам просто запретили ну кто кто да по разным но ты знаешь с другой стороны если бы они хотели провести концерт на 40 дней завтра закроет на 40 дней концерт то нужно был просто там на мосту и провести логично ночью андрей мкаревич не сможет под акустическую гитару спеть просто вот представь все чё там начнут вязать макаревич шевчука там вот всех вот они говорят там 30 музыкантов согласились и чуть чайфов там макаревичей и шевчуков начнут вязать и в спец машин там закидывать в заки в разные никто не будет этого делать сто процентов а если как-то об этом сказать то там народу будет безумное количество и все никак они этого воспрепятствовать не могут и следующий раз скажут там между собой будет такая у них так скажем перепалка я даже представляю что главный мент с каждым ребята ну вас нафиг с вашей политикой давайте там стадионом чего хотите мне вот это не надо у кремля потому что там и фсошники начнут нервничать и все будут очень сильно нервничать о чем макаревича в этом упираемся ведь на это место могут просто прийти музыканты до любые конечно вообще эти любые музыканты мог прийти и петь и кто с ним что сделаем как я понимаю что кого-то кого-то могут начать грузить но это все от количества людей зависит из там будет 50 тысяч лак никто никого грузить нибудь поверьте все с гитарами до активисты движения божьей воли протестует против репертуара московского художественного театра имени чехова учет вот их возмутил идеальный муж да идеальный муж они уже 200 лет вид когда они принесли свиную голову ну как как развлекаются правильно я говорю братец мой говорит что же раньше то вот на их это чувство верующих ничего не действовало вот ничего и вот ссы в глаза божьей роса и никаких чувств у них не было как венечка ерофеев про глаза нашего народа говорит помнишь такие но тот сказал как выпуклые такие глаза где ты вот как раз то что я сказал что с их глаза божьей роса а вот как там плохо в мире чистоганок где-то пауперизм инфляция девальвации пауперизм вот про меня но я хотел еще извини сказать что конечно олег палчат нет не тот режиссер в новосибирске то есть там где они сядут там и слезу там я думаю про раньше разгонит разгонит рпц чем табакер к табаку олег палч очень хорошо сидит в со всех точек зрения поэтому так просто они не туда зашли я думаю там сделают внушение очень серьезные вливания не близко туда больше не подойдут ну и вот стан гейзером продолжается история вот про этого кехмана которого назначили что за министра культуры представили его труппе театра да они представили труппе решили значит закрыть этот тангейзер и тут же как мы и говорили что в общем вот человек от кехман ну я так понимаю предприниматель которому надо зарабатывать деньги а деньги как другой предприниматель той же национальности сказал любит тишину а он залез в такое дерьмо а вот он не понимает также как вот эти уроды которые пришли олег палыча трамбовать они не понимают что если вот им киселев рассказывают что здесь все с одной стороны вот все власть имущие они все как один с одной стороны и готовы с ними все вместе вот фиг вам дураки ведь вам рассказывают про это вы мозги то включите с этой стороны тоже нормальное количество и вот кехману это показали у него во всех сегодня во всех организациях в его по всей россии обыски проходят потому что ну раньше там что-то где-то украли ну понятно вот они украли раньше там еще в двенадцатом году а обыски случились сейчас когда все это произошло так совпало да так совпало еще совпало что он теперь уже не директор этого театра в питере да то есть так совпало что он катапультирован теперь в новосибирск и так далее то есть ну как бы определенной категории граждан показал что вот мы сидим втихаря мы вроде как не вмешиваемся но это не значит что мы не вмешиваемся это значит что тот кто вот так себя ведет как вот эти уроды с свиной головой они в конце концов огребут но тем то как бы и нечего ну там у просто дадут пинка скажет иди ну тебя нафиг не лази здесь уродивый а вот те у кого есть за что ухватить яйца есть их у вас хватит так дернут как в том анекдоте про илюшу а чёшь ты как все зовут илюш а чёшь ты ведь сразу не стал а я глух немой вот так и здесь в часовом сотрудник правоохранительных органов положил табельное оружие на крышу патрульного автомобиля и закрылся в салоне своего автомобиля тебе зовут это видео получил а я я лайкнул его его можно посмотреть у нас да там видео очень крайне такой чувак себя игра и у него на крыше автомобиль лежит автомат на ум закрывшись машине сидит и в телефончике играть очень хорошее видео это вот особенность такая то есть если кто-то думает что как-то полиция она по-другому работает не думайте вот именно так как лохи день беларуси александр лукашенко подписал декрет о предупреждении социального иждивенчества вот как да то есть этот человек тунеядец грубо говоря он должен платить сбор 245 долларов в год и вроде бы все казалось бы хорошо но лукашенко это ошибка очень серьезная ошибка то есть тот кто порекомендовал просто дегенерат окна имеется ввиду тунеядцев ну тот кто официально не работает не числит не числится да вот это вот это колоссальная ошибка вот я сразу напоминаю один момент когда вопрос тунеядцев решил очень серьезную проблему в европе вернее создал очень серьезную для гитлера проблем гитлер когда захватил францию особо никто воевать не хотел нафиг не нужно был и когда он подписал в сороковом году значит свой там декрет тоже указ о том что все французы возрасте от 19 что ли не 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 один отчет старше я не помню там от 20 до ну там три года только должно было быть вот первую его бумажка с 20 до 23 должны отработать там и если не хотят идти воевать то должны отработать там в трудовой армии и организовал начался призыв от трудовой армии а потом категория начала начала категория расширяться вот не прошло и полтора года никто не сопротивлялся в сопротивлении во франции было ноль человек через полтора года был 50 тысяч сопротивляющихся именно этой категории то есть эта категория выступила локомотивом почему потому что нафиг это трудовая армия гитлеровской пошел в жопу понимаешь вот так люди рассуждали и также будут они рассуждать ну здесь трудовой армии не забирает но негатив тоже будет и как бы те люди которые были может быть многие из них на его стороне они тут же отойдут мы же понимаем что многие из тех кто числит с тунеядцем на самом деле работают они же имеют доходы какие-то а тут их начинает напрягать а когда начинает напрягать государство тогда на него очень сильно обижаешься на это государство разборки между боевиками закончились арестом взбунтовавшихся против властей лнр российских казаков да ну мы говорим что там будут разборки вот они идут и что что написали закончились разборки ну они не закончатся бесконечная история и почему я говорю украина и президент украины не принимают соответствующих решений в отношении этих казаков потому что со многими из них можно договориться я горс местным самоуправлением причем более сейчас а до особые условия в рамках вот это вот днр лнр дайте им какой какой-то ярлык на княжение и все вот у него особый район и пусть он там княжи ты туда ни один захарченко с этим с плотницким не зайдут никогда если там люди по увидят что они там получили какие-то полномочия тем более сейчас уже вот этот воспаление мозга от крым наш оно прошло так сказать жар спал люди уже так могут трезво рассуждать конечно они многое поняли поэтому надо им дать возможность самим исправить свои ошибки зачем как бы в стороне находиться тем более что в любом случае получать в стороне находишься не принимаешь участие в боевых действиях ничего ничего не теряешь а там будет рок-н-ролл очень серьезно все жители самоправосглашенной донецкой народной республики будут признаны участниками боевых действий об этом заявил глава днр александр захарченко тут даже извини еще такую мысль хотел сказать за харченко да вот если такое будет то есть если какие-то там казачьи командиры в своих куренях да то получит ярлык на княжение то не факт что из россии не поедут помогать им после против захарченко и плотницкого я даже уверен что поедут масса народу который сейчас сидит и говорит ну не крым крым наш ну ну все это фигня а вот против захарченко и плотницкого они пойдут там разбираться они не могут пойти по многим причинам чтобы там устроиться в батальон айдар да там какие-то другие батальоны на украинской стороне потому что ну не могут а вот здесь они с удовольствием это сделают поэтому это вот еще один за харченко говорит что все будут все будут участниками боевых действий это очень забавно я сразу вспоминаю вас синячкин который вот часто посадили вчера да он но это руководитель администрации саратского района зачет его там прихватили присадили вот но долго там шло судебное заседание он хотел попасть под амнистию как участник боевых действий в чечне вот это так насмешило пришло то есть терться здесь все строил что-то там в думе в городской сидел в думе областной сидел и и вдруг мы узнали что он участник боевых действий так вот и этот захарченко то есть он сейчас такой еще как бы вариант некой кормушки такой организует потому что в массу народу отсюда захочет получить какую-то ксиву что они участники боевых действий там и думаю что она будет котироваться но мы ты чё ты хотя бы предупредим этих дурачка конечно ну что сажать будут за такую ксиву да вам вас же запишут туда в реестр и все это все и вы уже преступник а вы потом будете с трудом доказывать что это было и сидеть за мошенничество я не террорист а всего лишь мошенниче очень хорошая фраза был задержали троих человек причастных к взрывам в одессе да ну говорят что это вроде как представители коммунистической партии что они там вроде как признаются в том что совершили 10 из 24 взрывов но мы говорили там может быть не про 10 но против вот взрывы которые на малой арнаутской и так далее ну такие в знаковых местах это совершенно очевидно было что они не нацелены на то чтобы уничтожить каких-то людей мирных жителей что это такие вот провокационные петарды просто то есть это провокационные вещи я вполне допускаю конечно что могли сделать коммунисты для того чтобы вот там что-то волну погнать хотя какую волну тут совершенно непонятно безумное действие в любом случае люди я не думаю что очень много масла в голове кто это делал турецкая полиция застрелила вооруженную женщину напавшую на здание полицейского управления в стамбуле до первую первых застрелили да то есть у них первая женщина до нового года зашла помнишь подорвалась вместе с полицейским участком вторая недавно совсем когда там я пометил для себя сейчас посмотрю ну вот прям буквально месяц назад мы все прикалывались забежала с автоматом в стамбуле тоже полицейский участок выстрелила из автомат все покидала и и убежала а это вот 6 января взорвалась террорист к смертнице а другая 30 января в полицейский участок забежал полицейские побежали и не догнали это обхохочется и вот сейчас третий вариант 3 пришла ну вот и и застрелили уже ждали то есть они вешали с определенной периодичностью заходят ну думать о чем так женщины обозлились муха на полицейских не значу обозлились о чем у исламистов взрыва взрываются же не надо тут алина до непонятно тут как бы сложный вопрос поговорить с ней от нее мы уже этого не добьемся я думаю боевики исламистской группировки аш-шабаб захватили здание университета в городе гариса на северо-востоке кении убив около 70 человек взяв заложники большое число студентов я так понимаю что там отпустили мусульман христиан взяли в заложники в общем сейчас нужно ждать что будет там происходить дальше ну вот тема так сказать пожара в африке она пошла дальше то есть дальше магриба да уже тени тени горит и вот что самое интересное что свет произошел шло сразу же после того как объявили что обама приедет в кению ну понятно что обама там по некоторым сведениями он там и родился в кении говорят что там папа его родился вот и там такое вроде бы место которое не предполагала активных действий исламистов ну очень уж актив ну то есть это точно не ливия это точно не ближний восток ну вот лишь распространяется на африку то о чем мы говорили то есть африка становится очень важным для исламистов плацдармом швейцкие постанцы хуситы заняли центр портового города один в емени на танковой колонии да там уже сообщили что какие-то высаживаются десантники то есть не пойми что происходит и аден был сообщение что заняли шииты потом что аль-кайда заняла то есть там там просто жесть же жесть разбомбили консульство российская а вот интересно с тем что в российском консульстве хранилась никак как они распорядятся понимаешь в общем то это я не думаю что они успели там все уничтожить это имеет ценность помнишь как в тегеране когда американское посольство заплатили американцы успели там все бумажки распилить но их там был там целый восемь чуть ли не 40 тонн они решили что никто никогда в жизни их не разберет а ведь иранцы айталах имени посадил детишек и они за три или за четыре месяца все разобрали там они подклеивали находили однако одно и все все склеили они даже текст не знают они просто видят что зачем следует и все их научили они за несколько месяцев все секретные документы которые хранились в посольстве в том числе и царушные документы все смогли мол того что получить и перевести еще и как бы какие-то вывесить смогли показать всему миру так что здесь возможно какие-то документы всплывут интересно посмотреть на это кроме всего прочего вот самолетиком там были проблемы вылетел самолетик за с россией за представителями посольства и консульства а его саудовская аравия завернула и там представители мид россии там частности лукашевич такие вот как же так они завернули нас там ну вот честно говоря с точки зрения как бы нормального человека с точки зрения нормального человека вот такие вещи надо молчать лукашевич там и его командир вы чё и дураки что ли ну вас опустили а вы там показываете всем что вас опустили такие ведь тут нужно было дипломатическим путем решили что пропустили самолет но это не пропустили 2 пропустили сейчас прилетел планировали я так понимаю там что-то 170 забрать забрали 120 но про такие вещи не надо говорить их не надо отрицать если спрашивают ну говорить не надо вот как можно все люди там где-то в дипломатических академиях учились и не понимают этого ты можешь себе представить то есть он другую то босранный там стоит перед камерой ну нас там не пропустили вон они чё делают какие негодяи вот да чё еще хотел шрицкие мятежники разграбили генеральный консульство это да вот мы сказали вот тут еще понятно что когда египет участвует в боевых действиях вместе с саудовской аравии мы это говорили точно большая ошибка сразу же будет ответ мы говорили ответ будет в египте вот убиты 10 военнослужащих на сина и египетских военнослужащих в результате так сказать вылазки определенный поэтому сейчас 11 получили ранения сейчас будут более подробные сведения обстреляли их из автоматов из гранатометов то есть я говорю будет сейчас удар наверняка по туристам по туристическому бизнесу потому что ну как наказать египет за войну в йемене ну конечно по туристам шлепнут чтобы денег поменьше было египтян и все сейчас будут эти вылазки я говорю можно даже просчитать когда это будет какими силами и где в конкретном месте очень очень легко и просчитать вот еще он предупреждает что приток иностранцев ряды боевиков и игил и аль-кайды представляют угрозу безопасности всего мира мира да вот пишут что 25000 воюют иностранцев как кого они имеют в виду под иностранцами там все иностранцы воюют а что за бред такой они воюют папа по всей африке сейчас уже они по всему ближнему востоку и как-то они на своих местах что то есть вот где родился там изгодился там в йемене родился раз об он в йемене воюет что за бред такой может имеется ввиду есть какие-то граждане исламского да да вот и да и какие-то другие играют но они я понимаю кого под иностранцами они под иностранцами понимать те которые в европе численно сюда или там ну да ну в европе там и и в чечне может быть то есть где-то на кавказе в закавказе президент нигерии мухаммаду бухари в интервью би-би-си рассказал об угрозах стоящих перед страной джихадисты главные угрозы он показал в общем то наверное из-за этого он и стал президентом там были реальные выборы судя по всему в результате этих реальных выборов он стал президентом президентом и одна из тем так сказать главных это была борьба с исламским государством ну там в разных вариациях бока харам там и гил чё хочешь там но вот как бы с исламистами планируют бороться он абсолютно прав и вот я имею ввиду с точки зрения президента нигерии абсолютно прав вот армия чада уничтожен несколько сотен боевиков бока харам в нигерии то есть армия чада ну мы уже говорили что она достаточно эффективно помнишь тогда не 100 с лишним человек завалили в результате атаки двоих потеряли 100 100 убили то есть они очень эффективно работают я понимаю что там скорее всего я говорю информаторы есть хорошие у армии чада но она такая видишь она с того момента как нажили так сказать проблемы с ливийцами когда них там атаковали они свою армию укрепляли то есть все оставшееся время как 20 лет или сколько 20 лет назад до их там мамыр каддафи прессовал вот с этого момента они очень серьезно укрепляют армии супруга бывшего министра обороны греции айкиса сочат за полоса осужденная за участие в коррупционных схемах бежала из психиатрической лечебницы в афинах где она отбывала свое заключение ну да там ее привлекли за соучастие муж там счет 20 30 лет далее помочь за коррупцию а я за соучастие хотя хотя соучастие был только в том что она знала где что взятки берутся это в общем-то нормальное явление вот и то есть она пыталась собой покончить насколько я понимаю и за это психушку заперли она оттуда убежала ну правильно сделал что я могу сказать человек человек должен стремиться к свободе во многих нормальных странах за подбег из тюрьмы не сажают почему в европейский амирию потому что человек это инстинкт стремление к свободе в майами в перестрелке с наркоторговцами один сын генерального консула канады роксаны дюб убит а второй задержан я так понимаю до 15 летний 17 летний пацаны решили кидануть наркомафию то есть там наверное договорились о покупке и продаже наркотиков пришли стволами решили их напугать в режим в результате перестрелка один покойник с одной кстати стороны один труп из другой один труп и вот все остальные попали в полицию не могу понять они канадцы они пришли покупать в майами траву да они же канадцы а у них кончилось канадская наверное все производство половины производства травы до этой самой американской производить чем сама сум конечно смешно 5 тысяч долларов все вокруг этой суммы я думаю то они это поиграли в войну поиграть конечно это как какая-то стрелялка в кино да да кино такое несколько богатейших бизнесменов индии назначили своих жен дочерей и даже мачех на высокие посты в своих компаниях чтобы соблюсти новый закон согласно которому диски компании хотя бы одну руководящую должность должна занимать женщину хорошее начало закон закон еще двенадцатом году был мы говорили еще осенью помнишь как то что там срок уже выходит по этому закону они коня не ввоза вот они продлили этот срок то сколько я понял а теперь все она все ожидали что будут продлевать а тут нифига год продлевать не будем но и все бросились сразу всех своих женщин устраивать руководителями и похоже значит на вот мне художник фамилии болтруна с литовица рассказывал как когда еще бенин был до гамеи там приняли закон для взрослых женщин о ношении бюстгальтеров потому что ну никто бюстгальтера не носил зачем это нужно но тут решили чтобы было так как вот в цивилизованном мире надо носить бюстгальтер а как их носят они не написали и поэтому главное нужно было надеть на себя бюстгальтер обычно надевали как патронтаж вот так вот то есть вот так между между груди еще бюстгальтер есть какие вопросы не никто не может докопаться а так штрафовали выхожу из магазина там баба с такими грудями заходит и вот у него так висит ягод смотрю она угар вот так и здесь то же самое ну когда-нибудь это начнет работать безусловно журналист мэтт стопера у которого в начале прошлого года украли iphone стал знаменитостью в китае где его телефон нашелся но все украли iphone они находятся в китае все знают такая такая особенность и я так понял что он подружился с тем кому продали его телефоны и в общем-то они теперь друзья навек по крайней мере это показывает некую такую шелковый путь наоборот да то есть оттуда приходят китайские телефоны а все белые телефоны которые украдены они приходят туда и в китае пользуются очень большой популярностью как выясняется но вот как машины нам продавали в 90 до что называлось трупом в багажнике да это телефоны с трупом где в этой фонс как и в прошивки прошивки резня бензопилой по-американски штате пенсильваны не ребенок нашел окровавленные тела своих родителей ну классика жанра ты же сам знаешь что если есть сценарий голливудский то обязательно должен быть воплощен в жизнь а если есть фехасская резня бензопилой раз два три там сколько шесть или семь я ни одной не смотрел но как 7 доехали сколько я не хранить матрия техасских резней у них самых первых когда что появились видеть я увидела потом больше не смотрю я помню да была техасская резня бензопилой не смотрел непобедимая нога тоже не смотрел еще хоть 3 назвать часа одну зловещие мерцвецы очень забавно понятно что если есть там 6 или 7 этих резней бензопилой то как минимум 67 преступлений должно уже быть ну каждой серии то есть какой-то в объективном мире как какой-то какое-то повторение девушка совершила убийство защищая свою подругу в липецкой области ну да там был это уже давно а сейчас предварительное расследование завершено и передано в суд и и там всякие лгбт очень негодует собирают деньги ну потому что одна лесбиянка защищая якобы свою подругу зарезала какого-то узбека и вот там такая вещь пишут в которой я абсолютно сразу не поверил потому что но даже советский период расследование таких я был свидетелем расследования таких же уголовных дел абсолютно и знаю что там все все по-другому то есть здесь как вот они где-то были на квартире они между собой стали целоваться лесбиянки а узбеку чё-то не понравилось в результате лесбиянка его зарезала не бывает так я поверю что это классический вариант что узбек с подружкой стал целоваться она из ревности его заколбасила в это я сразу поверю исходу а что вот так это было я никогда в жизни не поверю причем она там я так понимаю вагоновожатом работает и сразу мне на память пришел случай у нас в кировском районе там в депо но обычно в среди водителей троллейбусов и трамваев очень много лесбиянок очень советский период это был вот и там они жили в общаге в одной комнате две барышни но одна пошла на смену а вторая пригласил двух мужиков и а у той черт сломалась причем сломалась так что все смена закончилась она возвращается они бухают она стала хватает вот такой свинорез который хлеб резали одного другого и все в порядке 1 она прибила второго тяжело родила так что я по вот там как раз она зашла они целовались такой вот глупость они совершили поэтому я вот не верю все было наверняка иначе в одной из больниц ростовской области мужчина зарезал пошелу пожилую пациентку классический русский мир мужик зарезал старуху за то что она храпела вот представляешь теперь она не храпит сразу вспоминается произведение чехова спать хочется самое жуткое произведение в мире в мире самое жуткое да конечно спать эдгар алан по отдыха отдыхать конечно да ты чё спать хочется вообще просто волосы сразу и все и везде британский путешественник получил шок от путешествия российской железной дорогой ну да он проправил то ему не понравилось про по транссибирской магистрали проехал ему там что-то водки предлагаю вообще он козел конечно я вот прям обидел он меня в саму душу наплевал потому что уважаемый глубоко уважаемый мной дэвид боуи если по семьдесят третьем году проехал по пота по транссибирской магистрали сказал что это самое лучшее приключение в его жизни но разница в чем и этот крендел взял билет в купе и ехал там как белый человек и и он хотел там чем же он хотел там насладиться он ничем там не насладиться над был как дэвид боуи сел во владивостоке в общий вагон даже не в плацкартный купил вот этот фантик сел на какое-то свободное место там бухал с какими-то моряками с какими-то там я не знаю шахтерами там кто только туда не грузился за это время со всеми разговаривал пел играл на гитаре но это реальное приключение а это чуну и едешь ты восемь дней в купе с каким-то алкоголиком ну и конечно это не приключение но почему худшее в жизни я не понимаю что что-то вон он хуже чем восемь дней в вагоне нигде не проводил что какой тепличный пускай да в индии проедет путешествие до возьмет велосипед вот дам который по всей россии проехал на велосипеде и и задавили зимой там под мурманском из кореи мы про нее рассказывали ну конечно это несравнимое путешествие чем в поезде ехать и кайфовать 8 дней там нелегальные пассажиры из египта и сирии пытались попасть в англию забрав забравшись в цистерну с жидким шоколадом я так понимаешь голода они не убирать да они но они тоже они оттуда вылезли сейчас вот выяснилось что оказывается туда попадает именно в цистернах и скале и скале попадают в цистерну с жидким шоколадом в англию чужих не проверяют что а эти там стали задыхаться и вылезли и ботинки там в этом жидком шоколаде остальные ну наверно там и естественно ботинки в шоколаде естественной надо на стенах туда же справляют потом кто-то этот шоколад кушает да вот но я к чему это говорю что вот тоже люди видишь какие нежные вроде как из африки прибежали а какие нежные наш вон граждане в цементе ездят если верить фильму джентльмены удачи ничего это в шоколаде измучились так что вот теперь как будем есть английский шоколад с большой опаской я правда вроде до этого ни разу не ел ты ел когда английский шоколад бережи или там а киркет киркет да 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 точно помнишь это реклама отдохни киркет да но я чет его не ем и не ел и все с ботинками с ботинками так вот тут про автомобили не проданы фотографии я давай я поставлю потому что я там интересны сейчас найду да просто не у нас вчера были то есть вчера мы не успели проброшенные автомобили да тут нам скинули информацию в общем которая сейчас в сетях обсуждается по поводу непроданных автомобилей причем по всем странам мира тут безумное количество фотографий то есть этой 12 и 11 того и более ранних годов и они все эти автомашины гниют вот в разных странах мира совершенно разных там моделей мы вынуждены деньги как в подмосковье и так далее ну то есть это то же самое как в старом в старом фильме про чиполлина помнишь когда люди нам с голоду подыхают овощи уничтожают трактором потому что цена упадет если их у не уничтожать так и здесь ты пусть эти автомашины все в оборот и цена будет очень низкой тогда не придется повышать каждый каждый год повышать цену на автомашины тогда тогда предприятие остановится потому что тогда платить нечем будет людям но это логично это так устроен капитализм да у них все как всегда кризис перепроизводства что с этим надо делать уж обидно конечно такие залежи в доме безусловно надо делать во первых нужно все с одной стороны порассчитывать а с другой стороны что лишние работать не надо выполнять мы пытались это делать госпланом как раз именно это дали теперь евросоюз это сделать тоже госпланом они тоже создают госплан и вы вы выход из этого будет только в будущем только один какой будет выход а все будут создавать машины человек не будет работать работать будут только избранные вот когда я говорю надо мной смеются конечно так и будет только избранные будут получать работу это будет какая-то супер творческая работа остальные будут о как сейчас в америках там есть многие поколения негров которые получают пасу на кожу брать вот это пособие которые получают поэтому так так она и будет в будущем это единственный выход и к сожалению к сожалению работа на всех них не хватит к сожалению да вот мы вчера обещали эту показать фотографию где пришли собаки на похороны же я уже а да вот ну ладно а вот тут мне прислали тоже замечательно такую фотку очень она мне понравилась это такой вот эмбрион судя по всему в этой в колбе со спиртом очень похож на путина владимира владимировича да прям сразу вспоминается тот анекдот про сорбону помнишь когда мальчика спрашивают а ты кто где я дурак пожизненный а у тебя сестра есть да она кто она дур по жизни тоже слабоумная а брат у тебя есть а брат у меня в сорбоне нифига себе и как же он туда поступил а вот дурак с двумя членами родился он там в банке со спиртом сидит вот так приблизительно и здесь так ну давай ответим на вопросы а что фейсбук уходит из россии ну вариант ног один только россии с фейсбука может уйти фейсбук не может из россии тоже это что интернет пространство как можно уйти то есть то что вот они чешут проруды от сейчас они его возьмут в плен этот рунет бред я говорю если бы развивал ситуация как в китае то есть изначально они бы дозировано что-то делали какие-то провайдеры то в китае все прорывается а здесь полный была свобода сейчас они каким-то образом ее смогут перекрыть да не ну себе они там перекроют будут дозировать а будет специальный кремлевский провайдер который будет им показывать вот это закрыто это нельзя они будут довольны мы это понимаем что мы будем смотреть и вещать все что угодно но то они приняли закон о блогер который там чё-то где-то должны регистрирует платить вот мы их нахер послали не дитим нахер да они к нам и не подходят даже и чё и большинство так себя ведет и так и будет продолжаться идет для самоуспокоения многие вещи делать что путину показать он же не смотрит интернет у него нет даже компьютер он даже не знает чуть такой вот они могут вот видите ладни ладич вот мы здесь такую засаду то поставили если бы он смотрел вот мальцев один раз посмотрел охренел пошел и застрелился бы ты отчет у меня а у меня чат куда-то убежал тут у меня чат делся сорвался не а где чат все равно его нет а мальцев когда вы придете классе опишите сценарий я уже сказал когда это будет это будет 5 ноября 2017 года а сценарий я должен описывать для того чтобы все фсбшники путинские уроды об этом знали конечно нет конечно мы это описывать будем только дозировано мальцев зря тратит время скоро будет царь православный даже я и не пытаюсь вам оппонировать но почему вы знаете что православный царь это не православный мальцев а вот с точки зрения формальной логики подойдите к этому вопросу нет может вся конкретно какой-то него есть или там откровение ну я не знаю а вот просто когда встают вопрос о власти нужно понимать что законная власть может существовать только в двух видах то есть та власть которая от народа ну я назову ее прямо демократию это власть которая от бога да крови ты имеешь да власть по крови вот и все поэтому чё тут тут даже не дергайтесь тут будет ли прямая демократия либо будет тот кому положено быть не вова путину не положено быть поймите мальцев вас борода старик но я-то не где в ком пришел в конце концов ну шо ж мне молодец это мне 51 год вот 51 будет в июне почему я должен выглядеть моложе своей должна сделать ботокс и чё да да нахера мне это надо зачем я вполне самодостаточен чтобы еще этой фигней заниматься мне так девки любит зачем мне это надо я женатый человек у меня все в порядке ботокс нужен дата тому конечно не любят того не любит какие варианты абхазии и с южной осетии ну да какие варианты абхазии абхазии путинцы сейчас я так понимаю будут кормить ну то и так подкармливают а теперь я думаю прямо официально будут платить денежки чтобы но бюджет абхазии смог содержать чиновников и так далее потому что там денег то нет то есть разве развитие такое да и даже не развитие стагнация на самом деле так очень все плохое единственный путь развития и осетии и абхазии ну а сети вообще надо объединять то есть не должно быть то той осетии этой осетии пусть она объединится на каких-то условиях и только через договор с грузией конечно через договор с грузией чтобы не было никаких этих вещей я имею ввиду там связано с боевыми действиями в россии не будет демократии никогда 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 но почему в россии была народная демократия если вы помните в новгороде народная демократия была только в греции в россии почему же вы говорите никогда никогда не может быть никогда нехтен нет а никогда 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 не говори никогда никогда вот так вот всего поэтому как раз отсюда можно братью так сказать вот из и стоков братья вот эти принципы прямой демократии прямая демократия прямая реально на уж народной демократии это путают путают от сразу вспоминают страны народной демократии социалистического лагеря ну нет конечно то есть прямой будем назвать прямая демократия то есть то что является более продвинутой частью чем представительной демократии там все такую представить на демократии мы говорили какие-то черти избираются от народы представляют народ и в результате там как бурятский народ представлять кобзон там какой-то там другой народ там еще один зон и так далее да и форма зоны и все и все в порядке да то есть там в результате то спрашиваю евреи то одни команды то вот почему тоже представитель на демократии ну кому же как не еврею представлять бурятов вот не должно такого быть бурятов не должны представлять не евреи не буряты бурят сами себя должны представлять вот и все тогда будет все нормально сейчас это уже возможно да конечно мы об этом и google и говорим чисто технически мальцев а в россии все такие дураки как ты вот из в россии все такие дураки как я были бы достаточно хорошо жили к сожалению откуда он пишет я не знаю я думаю что и утро ли обычный факт тоже не но тролль необычный потому что он пишет а в россии значит он за пределами не не обязательно ума а а как он этот как он отчитается этим постом перед своим начальством в россии все такие дураки значит включая путина и даму я думаю что это какой-то самодеятельный тролль не за деньги уважаемый у вас как вы относитесь к тому что в гандоне завезли российские учебники начали преподаваться там по российским учебникам вопрос а знать почему туда завезли российские учебники как ты считаешь эдик на был их выкинуть не потому что их и завезли потому что там никакие захарщинки плотницкий не хотят тратиться ни на что ни на что не хотят тратится поэтому там других учебников быть просто не может то есть они они любые возьмут только те которые дадут и вы же понимать здесь даже вне политики просто все деньги там расходятся понятно куда там люди бабки зарабатывают они совершенно очевидно поэтому если не дадут какие бы учебники мне дали о них возьмут им не пофигу лишь бы только это на халяву ну и понятно что эти учебники продать больше никуда нельзя если там что-то даже другое она может перекочевать его и продадут и на украину белоруссию и куда хочешь мог продать все что туда приходит она так и расходится мы же это знаем то есть там этих гуманитарных помощей мало кто видит а вот учебники кому они еще нужны они там а я сядут вопрос есть придете класть что сделать с медведевым конечно трибунал решит ну он такой жалкий что я да я даже не знаю но при всем при всем при этом конечно он достаточно вредный ты видишь то есть благодаря его действию то есть он явно помогал путину он явно был соучастником всего того что творилось в россии поэтому наверно по всей строгости закон хотя вот если бы я был среди присяжных но я не буду среди присяжных почему потому что я профессиональный юрист а я считаю что не должны быть среди присяжных профессиональный юрист есть некая так сказать профессиональная деформация поэтому должны быть люди там с улицы грубо говоря кот его если бы я вот абстрагируется сказать я бы им сказал достоин снисхождение достоин снисхождение жалко и вот ему надо было да тогда они не вот эту петрушку не устанавливать а сказать все никаких старых ну смысле там третьих первых сроков а я иду второй раз и все и выгнать путина с премьерами ты арестовать вообще сам и тогда с тобой когда говорит ты меня спросил что ты сделал бы на месте медведя году путина арестовал как премьер-министра навесил на него всех собакой все и он пошел туда же паровозом с ним бы все летели и бежали бы и говорили слышь там это мы мы тут вот не с ним мы там с тобой мы там чего хочешь сдадим кого хочет это нас к нему не привязывай помочь там всегда да нет вот там если медведев на путина там козу какую-то покажет то все его сразу сплющит кто его сразу бог сплющит президенту выходит он подписал указ там выходит на телевизор все сказал этих поднял текать объем он знает все дела темненькие какие-то там же там же за это и ставились на лишь самого-самого этого самого не не может сопротивляться и вот за это и брали нет у него мужества там внутри нету веришь вот какие люди пишут а новую конституцию мальцев будет создавать ну конечно но один из разработчиков конечно мальцев будет но безусловно да да как конечно конечно народ будет голосовать за конституцию конечно нужно будет проводить не один а массу референдумов по конституции но кто-то же ее должен написать но а кто может написать лучше мальцев который кучу законов написал да технически я же не претендую что что самое главное написать канву самые главные рельсы также у нас нормальная конституция ты же говорил чё там на просто поправить кое-чё конституцию конечно придется сменять власть придется менять конституцию если им делать весь прямую демократию там как многие вещи не катят кроме первых трех статей ну и второй главы 2 глава конечно полностью должны остаться о правах человека остальное все не грати мы как-то привыкли так быстро вот все время менять конституцию а какой парламент о каком парламенте мы можем говорить ни о каком ну и все остальные вещи которые там прописаны полномочия президента такие они должны быть да ни в коем случае совместное видели к ведение федерации начнемся какие-то и ведение федерации о чем вообще речь или там совместное ведение да ты так хохочешь или вопросы которые местного значения или местное самоуправление да там это не то конечно ты чё это уже каменный век от надо ладно заговорились мы и стать гарантом соблюдения не забыть тут пишет ну это спасибо спасибо до свидания